С 29 по 31 августа проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education. Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом при содействии Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Кадры сегодня в России готовят немногие вузы, а вот Казанский федеральный университет готовит. И мы очень этим гордимся и считаем, что такое мероприятие, оно тоже в своем роде для нас является определенным инвестиционным продвижением для Татарстана и, конечно, для Российской Федерации. Саммит собрал 334 участника из 20 стран мира. Из них 147 иностранцев. Среди участников 81 руководитель вузов и 32 руководителя компаний. Такие мероприятия значимы не только для университета, но и для Республики. Любое мероприятие, оно нацелено на то, чтобы и Республика, и столица Казани была более узнаваема, но от любого мероприятия всегда синергетический эффект. Не только для Республики, но и для самого высшего заведения, конкретно для университета, для всех университетов и институтов, которые расположены в Республике. За время саммита эксперты поучаствовали в панельных дискуссиях на тему влияния высшего образования на региональное развитие, глобального влияния научных исследований, инициатив академического превосходства, будущего медицинского образования, исследований в регионе Шелкового пути и взаимодействия университетов с производственными предприятиями. Я думаю, что университет имеет отличная инфраструктура физической, университет в обеспечении определенных веках академического эфи, поэтому это отличная возможность для университета в стадии глобального уровня. Мы знаем, что университет есть большие усилия, это одна из главных университетов в Украине, одна из главных университетов в России, Агентство Times Higher Education занимается созданием рейтингов университетов. На саммите впервые были озвучены результаты рейтинга ведущих университетов стран Евразийского региона. В него вошли вузы стран бывшего Советского Союза, Ирана, Турции, Афганистана и Монголии. Казанский федеральный университет занял десятую позицию. Индикаторы данного рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга Times Higher Education. Мы должны соизмерять все наши действия с тем, что происходит в мире, а не только смотреть то, что находится в ближайшем окружении. Совершенно очевидно, что на территории Привозского округа мы занимаем лидирующие позиции, но надо скорректировать эти позиции с мировыми позициями. В то же время мы должны решать и проблемы региона, на территории которого мы находимся, и решать проблемы собственной страны. Саммит позволит Казанскому федеральному университету открыть для себя новые пути сотрудничества. Артем Тупичко, Владимир Нелюбин, Ленар Довлетяров, Универньюс.